Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. В Москве 19 часов и 2 минуты. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. В студии Дмитрий Быков. Приветствую. Дима. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, кнопочка. Кнопочка у нас. Привет, дорогие друзья. Привет и тебе, Лёша. Да, привет. Ну, все мы немножко сегодня в какой-то степени, наверное, орнитологи, что, собственно, не случайно. Ну, все. Вот так кричит несчастный стерк. Да. Ну, вот история сегодняшнего дня, честно говоря, сначала она оказалась неправдоподобной, потом выяснилось, что на самом деле все это правда. Президент облачится в белый халат, ему выдадут клюв и шлем, и он возглавит стаю журавлей, покажет им дорогу в Среднюю Азию, где они будут зимовать. Ну, президент зимовать там, как я понимаю, не останется. Оторвите меня от земли журавли. Ну, да, да. Вот. И все это, как заявляет Кремле, президент будет делать ради спасения редких видов журавлей. Ну, а чтобы птицы признали российского президента вожаком, ему необходима специальная экипировка, и вот что сообщила орнитолог Татьяна Кашенцева. Те стерхи, которые полетят за дельтапланом, воспитаны с самого рождения импретированными на дельтаплан и на костюмных родителей. Что такое костюмные родители? Это люди, которые надевают белые костюмы, скрывающие их фигуру и лицо. На руке человека, надевшего этот костюм, надевается анатомически правильный макет головы стерхой. С помощью этой головы стерху выкармливают. Этот дельтаплан ведет костюмированный пилот. Вот этот белый костюм, он еще снабжен портативным магнитофоном, который транслирует записи гнездовых вокализаций стерха. И как сообщил коммерсант ФМ пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков, полет пройдет уже в ближайшие дни, когда точно неизвестно, президент к нему готовится. А вообще полет на дельтаплане, это довольно такая непростая и опасная штука. Об этом сообщил член Ассоциации каскадеров России Валерий Деркачев. По своему опыту знаю, что два месяца это мало однозначно. Это достаточно жестко, гораздо сложнее, чем парашют. Вот мод и дельтаплан, он еще опаснее. Дельтаплан физически гораздо сложнее управляется, чем парашют. Если парашюте нужна, грубо говоря, только смелость. В дельтаплане вот так вот на одной смелости никуда не улетишь. То есть улетишь, но, видимо, уже на два метра под землю, скорее всего. И там нужно быть немножко физически готовым по-другому, аппарат вестибулярный по-другому. Там очень такая сложная штука, она управляется тактильными ощущениями достаточно. Кроме того, обеспечивать безопасность полета президента будет служба безопасности на земле и в воздухе. И, скорее всего, как считает генерал-майор ФСО в отставке Борис Ратников, придется перекрывать воздушное пространство. Во-первых, в этом квадрате, где он будет там летать, там делается зачистка, чтобы никого посторонних не было. Там мало ли какие там охотники с ружьями и так далее. Берется внизу, защищается, воздушное пространство контролируется. Да, естественно, сопровождение будет, если он будет лететь вдоль дороги, где-то по трассе будут ехать. И вертолет может в стороне держаться так, чтобы птиц не напугать, в зоне видимости держать этот дельтаплан. А так полностью это на его совести. В принципе, такие вещи не делаются. Но, видите ли, мы русские. Ну вот, вот так объяснил генерал-майор ФСО в прочем прошлом, в отставке. Он русский, это многое объясняет. Он русский, это многое объясняет, долетит. Это, как напоминаю я, это фильм «Михалково-сибирский цирюльник». Здесь, конечно, первая ассоциация – это чудесные путешествия Нильса с дикими гусями. То есть Нильс – скромный комнатный мальчик, хотя и не очень послушный, и в какой-то момент захотел взмыть выше обычных своих сверстников. И сразу вспоминается «Акка! Акка Кнебекайзе! Серый падает!» В данном случае Серый – это тот домашний гусь Мартин, который помчался вслед за дикими гусями. Но которого хотели, кстати, привезти в жертву. Да, но тем не менее он долетел, хотя и чуть живой, но его Нильс оттащил к воде, и все полетело. Значит, и здесь, безусловно, мораль очень простая. Здесь как бы был альфа-самец, это, видимо, не сработало, и стал дельта-самец. То есть самец, который на дельта-плане возглавляет вот эту журавлиную стаю. Единственная ассоциация, которая приходит на ум, летит, летит по небу, клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том краю есть промежуток, в том строю, да, быть может, это место для меня. Настанет день, и в журавлиной стае я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая, всех вас, кого оставил на земле. Да, то есть это такое, если угодно, некоторое прощание с политическими реалиями для того, чтобы вознестись каким-то более высоким, если угодно, да. То есть да, 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 Владимир Путин, как говорил Веспасиан, умирая, кажется, я становлюсь богом. Вот нечто подобное здесь. Понятно, но тут вопрос-то еще в безопасности самого Владимира Путина. Я думаю, что дельтаплан, все-таки, сколько бы ни преувеличивали его опасность, это все-таки не самый опасный вид транспорта, к тому же он, видимо, умеет это уже делать, и наверняка он готовился к этому в течение лета долгое время, когда, в общем, не было его видно и слышно. То есть ты думаешь, что это давняя история, да, вот она просто сейчас обнородована? Абсолютно убежден, что экспромтом такие вещи не делаются, то есть, видимо, и журавлей довольно долго приучали жертвы, чего попала Маша Гессен. Мы понимаем, что Маша Гессен как главный, ну, не скажу главный идиолог, но главный редактор журнала «Вокруг света», она оказалась в какой-то момент жертвой, так сказать, ну, не скажу режима, а скажу, может быть, атмосферы, потому что действительно это не очень понятно, когда автор довольно резкой книги о Владимире Путине в какой-то момент оказывается главным редактором журнала, патронируемого непосредственно им. Он ведь, собственно, почетный председатель Российского географического общества, и поэтому для меня, например, увольнение Маши Гессен было очевидным и предсказуемым довольно. Не может человек, который находится в оппозиции к Путину, редактировать журнал, который лично Путином курируется. И вот Маша Путина, простите, Маша Гессен покинула журнал «Вокруг света», и, наверное, возглавит его кто-то более послушный, более понятный, менее, скажем так, двугражданственный. А сам Владимир Владимирович действительно продумал великолепную акцию. После того, как на Земле его темпераменту становится уже тесно, он осуществляет план Дельта, действительно. И на Дельтаплане возглавляет стаю журавлей. Мы понимаем, что журавли имеют сразу несколько коннотаций. С одной стороны, журавли – это символ начала зимы, символ улета в какие-то теплые края. Все закончилось, пора уже действительно улетать. Это первое. Кроме того, журавли – это самое поэтичное и самое кровливое, сокрасивое, такая, можно сказать, страдальческая птица, достаточно вспомнить, броского осень в твоем полушарии, кричит курлы и так далее. И вот, видимо, Владимир Путин кричит курлы, провожая вместе с нами какой-то период политической стабильности. Новости в классике и Дмитрий Быков. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. А на срочное сообщение на лентах. В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 7,9. Об этом сообщает сайт геологической службы США. Объявлено об угрозе возникновения цунами. Но пока ничего не известно о невозможных разрушениях, ни о жертвах, никакой информации не поступало. Новость о полете Владимира Путина в составе журавлей стала самой обсуждаемой в российском интернете. Комиссия Госдумы начала проверку предполагаемой предпринимательской деятельности депутата Гудкова. Освященник, избивший пенсионерок в Ленинградской области, отстранен от службы. Комиссант FM и последние новости коротко. Итак, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Коста-Рике. Есть угроза цунами. Об этом сообщает сайт геологической службы США. Пока информации о возможных разрушениях и жертвах не поступало. Полиция проводит в эти минуты обыски в Инвесторгбанке и связаны они с расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом Интерфаксу сообщил официальный представитель Главного управления МВД России по Центральному округу Роман Михайлов. По его словам, по этому делу проведены обыски еще по шести адресам, в одном из которых были обнаружены 11 боевых пистолетов. Председатель Единой России и премьер Дмитрий Медведев считает, что партия должна провозгласить строительство детских садов своим проектом. Я считаю, что мы, как партия, которая взяла на себя власть, мы просто обязаны сделать строительство детских садов нашим партийным проектом. Об этом Медведев заявил в Саратове на встрече с региональным активом Единой России. По его словам, для реализации этой задачи есть достаточное количество возможностей, в том числе и деньги. Таковы последние новости. Через минуту новости в классике продолжатся. Ну а прямо сейчас Андрей Лобанов о ситуации на дорогах Москвы. На третьем транспортом в оба направления плотность движения оценивается в 9 баллов. С внутренней стороны пробка от Шмидтовского проезда до Ленинградского проспекта. От Савеловской эстакады до проспекта Мира. И от улицы Гаврикова до Русаковской эстакады. С внешней стороны от Спартаковской площади через Савеловскую эстакаду до Новой Вашиловки пробка. От Автозаводской улицы до Шарикоподшибниковской. Подшипниковской. На Садовом и Бульварном по 10 баллов в оба направления. На внутренней стороне Садового кольца сейчас пробка от Курского вокзала до Смоленской стеной площади, от Смоленской стеной до Нового Арбата. С внешней стороны пробка от Николаемской улицы до улицы Красина, от Садовнической набережной до Таганки, от Серпуховской площади до Дубининской улицы. На Бульварном огромное количество пробок и затруднений. Есть свободный отрезок с внутренней стороны от Солянки до Большого Устинского моста. Через 10 минут о ситуации на радиальных. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. Я напомню, что в студии Дмитрий Быков, Андрей Норкин у нас по-прежнему второй день уже просто болеет. Алексей Корнеев с нами вместо него. Да, да, ну что делать. Андрей, поправляйся. Да, скорее, потому что уже больше не может. Ну, мы и так стараемся. Да, как можем, конечно. К теме от журавлей к полицейским, в общем, это где-то близкие темы. Полицейские должны проходить тест IQ, и с инициативой выступил член общественной палаты Владимир Слепак. Он считает, что вот это тестирование на IQ поможет решить кадровую проблему МВД. В системе Министерства внутренних дел уже давно существуют психофизические лаборатории, когда тестируют сотрудников и при приеме на работу. И сейчас эта работа идет. Но я думаю, что на данном этапе для того, чтобы реформа была успешной, нужно обратить на вот эту службу особое внимание. Измерение КФТЕНТа IQ. Я в первую очередь введу возможность логически мыслить, возможность правильно говорить, возможность принимать абсолютно выверенные решения в условиях сложной, оперативной, постоянно меняющейся обстановки. Да, и если тестирование сотрудников МВД на IQ принесет результат, то систему можно будет распространить и на работников других госорганов. Так считает депутат Госдумы от «Единой России», член рабочей группы по реформированию органов внутренних дел Александр Хинштейн. Я не знаю о практике, насколько вся методика проведения этих тестов на сегодняшний день является научно обоснованной. Есть ли возможности для каких-то манипуляций? Потому что без четкого понимания этого, конечно же, говорить о внедрении подобного рода вещей невозможно. Более того, я думаю, что проводить тестирование на уровне IQ нужно не только, или точнее не столько, начинать с полицейских. У нас есть много других структур и учреждений. Кстати, не уверен, что многие этот тест на IQ пройдут, кстати, в том числе и я. Ну, я напомню, что среднее IQ людей с высшим образованием 105-110 баллов, кандидат наук 125 баллов, а значение IQ менее 70 часто квалифицируется как умственная осталость. Я, честно говоря, этот тест ни разу не проходил, и понятия имеются. Нет, я со своей стороны скажу, что умственная отсталость – это в наше время лучший тест на патриотизм. Потому что чем выше, чем бесспорнее, чем больше ваша умственная отсталость, тем меньше лишних вопросов вы задаете, тем больше вас все устраивает, и тем больше вы соответствуете родной традиции. Я помню, как три года назад Московская городская дума решила принимать на работу по детектору лжи. Я могу себе представить, чем бы это закончилось, потому что, к сожалению, человек, который дожил здесь, допустим, лет до 30, и при этом ни разу не солкал, он, к сожалению, не дееспособен. Я уж не говорю о том, что если он прожил до 30 и ни разу не украл. Поэтому здесь совершенно очевидная связь. Человек, который так или иначе принимается здесь на работу, доходит до определенного уровня или служит некоторым талоном для государственного служащего, должен обладать и определенной способностью к лжи, к сокрытию данных и так далее. Но тестов таких, к сожалению, нет. Я думаю, что над этим идет сейчас работа. Потому что человек, который среди госслужащих оказывается кем-то, да, или оказывается хотя бы способен нести элементарные задачи по исполнению госслужбы, должен уметь лгать, скрывать доходы, как минимум, да, быстро мимикрировать под необходимый уровень. Ну, то есть Гудков уже не годится, потому что Гудкова есть какие-то правила, да, а это то, что называется человек без свойств, как сказал бы Музиль, ведущий классик. Да, но вместе с тем, полицейских уже как только, значит, не проверяли, как только их не фильтровали, вот эта знаменитая аттестация, которая переаттестация, которая ни к чему-то, как я понимаю, я так и не привела. Тогда же была, по-моему, высказана идея, чтобы не было толстых и пузатых. Да, 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 да. Первое требование, но они как-то умудрили сохраниться, видимо, за счет своей избыточной лояльности. Да, и вот теперь новая проверка на IQ, но тут проблема, насколько она действительно будет реализована. Серьезное подозрение, что чем выше IQ полицейского, тем менее он пригоден к работе в полиции, потому что мы знаем прекрасно, что IQ это и определенный уровень рефлексии, и определенный уровень сомнений в себе, IQ это определенный уровень критичности к окружающей действительности, то есть чем глупее полицейский, тем более он готов к прямому слепому выполнению полицейской обязанности. Как мне представляете? Да, ну вот любопытное сообщение, кстати, из Литвы, там в интернете это не имеет отношения к полиции, но имеет отношения к сотрудникам КГБ. Там впервые в народном списке кадровых сотрудников КГБ, служивших в городах и районах Литвы. Вот это, мне кажется, может опасно все закончиться. Нет, я не могу сказать, что я такой уж сторонник, понимаешь, иллюстрации, потому что если на то пошло иллюстрировать, надо всех, все так или иначе сотрудничали и терпели. Но то, что крупные чины, чины, которые лично допрашивали, оказываются теперь на крупногосударственных должностях, это, конечно, говорит само за себя. Потому что, ну, правда, Куджава, который мне рассказывал об этой ситуации еще, дай бог помните, в 95-м году, сказал довольно откровенно, этих мы выгоним, где взять других. Вот это ужасная проблема, что у нас иллюстрация-то может быть и готова, но у нас нет той элементарной кузницы кадров, которая бы позволила вместо иллюстрированных советских органов представить какие-то другие. Поэтому ничего не поделаешь. Понятно. Ну, в Литве, видимо, они и есть. В Москве 19 часов 18 минут, и вот приходит сообщение из Коста-Рики. Такого рода. Где, напомню, произошло... Breaking news. Землетрясение 7,9 балла. По-прежнему информации о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало. Ну и в объявленном угрозе возникновения цунами, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Это все старые новости, и пока, видимо, никаких других в ближайшие 5-10 минут не будет. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. 19 часов и 19 минут в Москве. Мам, я получила зарплату, хочу перевести тебе деньги. Да? Завтра схожу в банк, узнаю реквизиты. Не нужно реквизитов, тем более завтра. Диктуй номер карты. Сейчас переведу деньги через интернет. Достаточно номера карты получателя, и деньги будут перечислены, даже если это карты разных банков. Выбирайте удобный способ перевода. Сайт, банкомат или мобильное приложение. Перевод с карты на карту на сайте alfabank.ru slash перевод. ОАО «Альфа-Банк». Квартиери итальяно, а море ми, улицами, тренде, апартаменте, перфаворе. Итальянский квартал, любимый. Последние 30 квартир. Милочка, вы пропустили по 30 рублей за доллар США. Теперь даже не надо учить итальянский язык, чтобы быть ближе к Италии. Комплекс элитных особняков «Итальянский квартал» в двух шагах от Тверской. Итальянский квартал. Ближе, чем вы думаете. Звоните 495-28-00-28. Проектная декларация на сайте 28-00-28.ru Телефон рекламной службы 627-10-27 Коммерсант ФМ 93,6 Радио новостей. Ближайшие 20 минут. Продолжаются новости в классике. И в ближайшие 20 минут обсуждаем следующее. Священнослужитель, предположительно избивший двух пенсионерок в Ленинградской области, отстранен от службы. Доигрался лондонский футбольный клуб «Арсенал», готов бесплатно отпустить Андрея Аршавина, лишь бы не платив ему гигантскую зарплату. И это главная тема к этому моменту. Подробности после трафика и погоды. Андрей Лобан уследит за тем, что происходит на дорогах Москвы. На радиальных междуцентром МКАД сейчас в сторону центра затруднение. На Ярославском шоссе от МКАД до Сержантской улицы, на Варшавке. Трудности в движении в отрезке от МКАД до Академика Янгеля. Из центра в сторону Московской кольцевой сейчас свободно можно двигаться лишь по Каширскому шоссе и Звенигородскому. Самые крупные пробки из центра в сторону МКАД на Дмитровском шоссе от метро Кемерязевская до 3-го Нижнелихоборского проезда. На Ярославском шоссе от Маломосковской улицы до Красной Сосны, на Волгоградском проспекте, от улицы Стололихина до Люблинской улицы. Общая загруженность в Москве в данный момент оценивается в 7 баллов. Через 10 минут о ситуации на МКАД и магистралях в области. И о погоде в Москве плюс 19 градусов в эти минуты. Сегодня ночью максимальная температура 12 градусов. И завтра в течение дня 14-16. По области до 18 градусов. И во второй половине дня возможен небольшой дождь. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. И поступают новые подробности землетрясения в Коста-Рике. Жертвами стали 34 человек, а десятки пропали без вести. Но это предварительные данные. Разрушены более 500 жилых домов. Правда, где и в каком населенном пункте об этом пока ничего не известно. Сохраняется угроза цунами. Коммерсант ФМ следит за развитием событий в регионе. Ну, а здесь всячески блогосфера сейчас упражняется по поводу стерхов. Василий Уткин предлагает, значит, ввести слово «стерхианство». Стерхианнейший правитель. Чтобы оно значило, интересно. Да, но вот это, к сожалению, ничего не ввести. Стерхи оказались амфорами. Ну, видимо, что-то столь же редкое, да, столь же экзотическое. Столь же редкое и столь же долгое, видимо, протяженное во времени. Ну, а ни одна, видимо, программа «Новости в классике» не обходится без новостей про попов, про священников. И что слышно, вот этот вот несчастный служитель, который во Всеволожске ударил двух женщин. Да, ехал-ехал он по дороге, некий Сергей Фрунзе, не знаю, родственник ли он какой-то Дании. Ничего вообще. От того Фрунзе, да, все это произошло. О Фрунзе, насколько я помню. О Фрунзе, да. Да, во Всеволожске священник на своем Хюандай перегородил дорогу двум женщинам, которые ехали на Волево. Ну, и когда они вышли, чтобы выяснить причину такого поведения водителя, он и начал драку. Об этом издание «Комсомольской правды» рассказала одна из пострадавших, а именно Валентина Павлова. Вышел и конкретно передо мной. Я, естественно, на скорости еду. Ну, реакция затормозила. Ну, в общем, затормозила там буквально сантиметров 10. И он так спокойненько дальше продолжал, оставил колесо перед моим правым боком, в смысле перед правой фарой. И так все, я остановился. Я к нему подошла, я говорю, ты что творишь? Хлопнула ладошки по стеклу. Он ищет, а сейчас узнаешь. Вышел и смаху мне просто в лицо, и все. Он сказал, что я на него напала. Даже смешно. Он выше меня на голову, если не больше. Распальцованный мужчина, который сказал, что мне все равно, там, полиция или кто еще там выше, мне совершенно ничего не будет. И после этого он говорит, ну, извини, так получилось. Полицейские Петербурга через какое-то время после этого происшествия проверили вообще данные, что это священнослужители. Они сообщили о том, что это якобы предприниматель. Но это не так. Сергей Фронза, по данным СМИ, все же является директором клуба. И на его странице ВКонтакте, которая была, кстати, удалена вскоре после инцидента, выложены фотографии священнослужителя за рулем дорогих иномарок, а также картинки с нецензурными надписями. Ну и напомню, что это уже третье ДТП за последний месяц с участием священнослужителей. Детали. В ночь на 16 августа на Кутузовском проспекте Мерседес Гиландваген белого цвета на полном ходу врезался в газель ремонтной бригады. В результате ДТП погибли двое дорожных рабочих. Водитель с места аварии сразу же скрылся. Как оказалось, это был иеромонах Илья, в миру Павел Семен. Виновника арестовали и 30 августа ему предъявили обвинение по статье нарушения ПДД, повлекшая смерть двух и более лиц. Наказание до 7 лет тюрьмы. В ночь на 1 августа на Садовом кольце водитель спорткара BMW Z4 с дипломатическими номерами столкнулся с двумя машинами и вылетел навстречу. За рулем находился настоятель московского храма святого пророка Ильи Игумен Тимофей в миру Алексей Подобедов. Согласно показаниям сотрудника ГИБДД в суде, от водителя настолько сильно пахло алкоголем, что с ним невозможно было находиться в салоне машины. При этом пройти освидетельствование на алкотестере Игумен отказался. Мировой суд назначил допрос Подобедова на завтра, 6 сентября. РПЦ отстранила обоих священников от служения на время расследования. Детали. Вот, ну вот такая история. Священнослужители оказываются все более опасными на дорогах, тем более ездят они на быстрых и довольно дорогих автомобилях. Как бы с Божьей помощью, в надежде на то, что Господь управит. Ну да, надо сказать, это не только у нас, недавно был в Киеве, там тоже священнослужители, на самом деле, ездят на не самых дешевых автомобилях. Ну, это, к сожалению, общая беда всего православия, что восточного, в особенности, что они почувствовали себя фактически богами земными. Мне больше понравилась фраза этого водителя, зовите кого хотите, ничего мне не будет. Вот это такая великолепная уверенность, которую, я думаю, что не всякий член правительства может продемонстрировать. А почему ничего не бояться, вот, Дим, как? А вот это очень интересная вещь. Дело в том, что отношение современной российской власти, любой, к церкви, оно отчасти сродни отношению европейскому, так скажем, 16-17 веков. Нельзя, в общем, оскорблять священнослужителя, потому что, если он разозлится, он в лучших традициях магизма может наслать. Это, конечно, традиция магическая, еще дохристианская, но она оказалась удивительно живуча. По большому счету, любой священник, прикосновенный к духовной жизни, к молитве, к посту и так далее, он вызывает у современного россиянина чувство неконтролируемого страха. Он причастен к чему-то, помолится и скажет так, как бы настучит Господу. Вот это меня очень пугает, на самом деле, потому что к добровольной, умной вере это не имеет никакого отношения. Это совершенно пещерное суеверие. Но я много раз наблюдал панический страх многих довольно храбрых людей перед попами. Они не боятся никаких категорий населения, даже ментов. А вот священник вызывает у них священный ужас, потому что он может настучать. Понятно. Ну, то есть сначала идет вот этот посыл, да, от самой пастры. Ну, конечно, к религии это не имеет никакого отношения, это именно довольно пещерный, довольно, я бы сказал, такой еще дохристианский страх. Но вот я помню, кстати говоря, замечательную историю, когда Роман Абрамович прилетал на Чукотку, и встречать его должна была престарелая шаманша. Он в ужасе дернул от нее на другой конец самолета с криком «давай чего-нибудь лишнего не наколдуй». Вот, видимо, прав оказался Виктор Пелевин, страна, уничтожив христианство, проваливается в оккультизм. Да, но политолог Дмитрий Травин считает, что не только, значит, это все идет снизу, что все смотрят на Попов как на нечто такое таинственное и страшное, как на магов, да. Но просто многие еще и принимают сан из меркантильных побуждений. В 90-х годах пойти работать в церковь стало выгодно. Если в советское время церковь была преследуемой или хотя бы частично преследуемой, то сейчас это выгодно. И люди идут за благополучной жизнью, за деньгами, так же, как они идут в чиновники или в предприниматели. И вот эти последние истории с батюшками, которые разъезжают на недешевых аномарках, ну, я не говорю уже о патриархе, у которого дорогая квартира, дорогие часы. Вот все эти истории показывают, что, ну, наверное, выгоднее всего идти в гастрон, может, еще там куда-то, а потом церковь тоже неплохое место, где можно зарабатывать. Ну да, но, видимо, если поп правильно себя ведет, будь он там в Москве или где-нибудь, я не знаю, в Урюпинске, или еще где-то, он свое-то возьмет, да? Проблема здесь в том, что такое статус попа в современной России. Поп, он может быть сколь угодно и глуп, даже страшно сказать, и примитивен, и может он очень худо и узко толковать писание, но поп – это до некоторой степени, это уже с 90-х годов так повелось, посредник между российским средним классом и господом. А в этом качестве он, к сожалению, важен, должен прежде всего обеспечивать то, что называется фартом, да? То есть вот Господь в России – это покровители блатных, там самый грубый бизнес и так далее. Это пещерное суеверие, которое ничего общего с верой не имеет. Как это ни грустно, но это так. Да, Дмитрий Быков и новости в Кашке. Грустно очень. Извините меня все верующие, если я оскорбил ваши чувства, но, простите, давайте скажем откровенно, та вера, которая насаждается сегодня в России под видом христианства, это государство бесия с элементами пещерного суеверия. Очень грустно, но другого определения не подберешь. Но это не универсальная истина, наверное. Не универсальная, это мой субъективный взгляд, мое мнение, сказал бы я. Да, Дмитрий Быков. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. Главное сегодня. Новости по Льосе Владимира Путина в составе журавлей стала самой обсуждаемой в российском интернете. Комиссия Госдумы начала проверку предполагаемой предпринимательской деятельности депутата Гудкова. Извенотрясение Коста-Рики привело к десяткам жертв, но пока каких-то других данных не поступает. Комиссия ТФМ и последние новости коротко. Два человека пострадали в результате пожара на АЭС, точнее аварии на старейшего Франции АЭС Фессенхайм. Но инцидент исчерпан, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление компании-оператора АЭФ ИДФ. Телеканал BFMTC со ссылкой на заявление префектуры сообщает, что на АЭС произошел пожар. Пожарные были вызваны из-за выброса пара перекиси водорода после реакции с водой. Ну, сейчас инцидент уже исчерпан, но вот есть пострадавшие два человека. Землетрясение в Коста-Рики пока поступает оттуда сообщение о 34 погибших. Землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр находился недалеко от города Самара. Видимо, так правильно делать ударение. Он находится в 150 километрах от столицы страны Сан-Хосе. Новым для Москвы видом транспорта в рамках проекта развития городской агломерации станет скоростной трамвай, обещает заместитель мэра Марат Хуснулин. По его словам, скоростные трамваи, скорее всего, будут обеспечивать поперечные связи разных железнодорожных путей. Кроме того, он отметил, что на новой территории будут проложены и ветки метро. Таковы последние новости. Через пару минут вернемся к новостям классики. О Баршаве не поговорим. Ну, а прямо сейчас ситуация на рынках и Константин Максимов. Подводим итоги европейских торгов. Все-таки в плюсе закрывается европейская сессия. 0,04% буквально прибавил совокупный индекс Евростокс 600. Ну, были тут колебания отрицательные в положительную, естественно, сторону. Так очень пристально следили сегодня эксперты за развитием событий на долговом и валютном рынке. В свете заявлений относительно возможности покупок со стороны Европейского Центробанка в неограниченном количестве облигаций проблемных стран. Но все-таки эти покупки будут стерилизованными. Завтра на заседании Европейского Центробанка мы узнаем, надеюсь, все подробности. Единая европейская валюта, между тем, выше рубежа 1,26 в паре с американским долларом 1,2612 и американский рынок также на положительной территории. 15 соток процентов приваляет индекс S&P 1407 пунктов. Мы сегодня потеряли, я имею в виду, Россия процент 1420 пунктов индекса МВВ на вечерней сессии. И рубль у нас сегодня снизился на 0,1%. 36,07 и валютная корзина, евро 40,70 и доллар 32,29. У меня, Леша, кстати, есть некоторые подробности ситуации в Коста-Рике. Значит, землетрясение длилось 15 секунд, как сообщают сейчас новостные агентства. И, соответственно, отключено энергопитание в столице. Ну, а, соответственно, предупреждение о землетрясении и о цунами, простите, о цунами, да? Значит, оно сделано по побережью от Коста-Рики вплоть до южных берегов Чили. То есть, можете себе представить, фактически, это все побережье с этой стороны океана. Но непонятно только, вот все-таки, какие серьезные разрушения и сколько жертв. Ты говоришь о 34-х, но тут точно подсчет, конечно, пока нет. Пока нет. Константин Максимов. И Андрей Лобанов о том, что происходит на дорогах Москвы. На МКАД с внутренней стороны 5 баллов, с внешней 4 балла. По внутренней стороне МКАД пробки от Волоколамского шоссе до Ленинградского, от Генерала Дорохова до Можайского шоссе. С внешней стороны от Сколковского шоссе до Профсоюзной. Из области в сторону Москвы сейчас пробки. На трассе в Домодедово это стакад Володарского шоссе до МКАД, на Калужском шоссе, деревне Сосинки до МКАД, на Боровском шоссе, деревне Рассказовка до Ульц-Шолохова. в область самой крупной пробки на шоссе энтузиастов от МКАД до объездного шоссе, на Носовихинском шоссе от шоссе Ильича до проспекта Жуковского. Через 10 минут ситуация на центральных кольцевых. 19.33, Москва. Вечернее шоу «Новости в классике» на радионовостей. Вот сейчас в Твиттере довольно люди радуются тому, уникальной возможностью, точнее, увидеть спящего Дмитрия Быкова. Вот радуются все, говорят, вот это возможно сделать, хорошо-то как записываемся. Сейчас свои, безусловно, с нами, да. Да, конечно. Вот, ну, видимо, это может быть как-то связано с книжной ярмаркой, нет? Ну, книжная ярмарка, конечно, истощила нашу силу капитальную, потому что и встреча с писателями, и выпивка с писателями, и разговоры о наших книжках отнимают массу силы и энергии, поэтому я с великим трудом дотащился сюда и с не меньшим трудом высижу в эфир. Но, тем не менее... Ну, мы сейчас как-то так все это быстренько провернем. Я просто хочу заметить вот одну удивительную вещь, которую я видел сегодня на книжной ярмарке. Мало того, что большинство людей, которые приходят туда, смотрят новости в классике, слушают новости в классике, интересуются им, я заметил, что политика перестала быть маргинальной, мало кому интересной сферой. Более того, огромное большинство задает вопросы об этом, думает, как оно будет участвовать и так далее. Постепенно на уровень масс вышла та самая пресловутая народная политика. Или, иными словами, получилось по Игорю Губерману. Возглавляя партии и классы, лидеры никак не брали в толк, что идея брошенная в массы, что и девка брошенная в полк. Вот я очень много примет этой девки, уже брошенной в полк, я замечаю. Но это в Москве. Не только, я бы сказал, тем более, что московская книжная ярмарка собирает не только Москву в конечном итоге. Напротив, мы видим все больше людей, которым не все равно, и что самое печальное среди этих людей, мы видим довольно большое количество радикалов, которых власть так долго и больше всего боялась. Боялась так, что в конце концов она их нашествие вызвала. Понятно. Ну, не мудрено вот так, если посчитать, да, сколько не было вообще народной политики в этой стране, а сколько, ну, вот так. Ну, какой бы то ни было, да, со времен земства, да, больше ста лет, но, тем не менее, сейчас она становится, если не народной, то волонтерская, она как-то захватывает лучшую, большую часть народа и так далее. Но, должен сказать, что нигде, ни на одной еще книжной ярмарке я не видел такого количества молодых и интенсивных читателей. Все они выходят, ищут толстые и сложные книжки, говорят о социологии, и вообще интерес читателя стал качественно другим. Да, произносят такие сложные слова, которые... Сложные слова, мы им более нужны, чем значительно раньше, да, то есть получается примерно так, что слишком долго призывая на свои головы это читающее поколение, мы его в конце концов дождались. Пришло поколение, которое умнее нас. Для того, чтобы им соответствовать, отвечать на их вопросы, как мне там приходится давать им какой-то ориентир в жизни, нужно очень сильно держать себя в тонусе. Вот это, мне кажется, главный моральный итог происходящего. Застои в России порождают прекрасные поколения. Их задача не дать себя обмануть. Ну, не хочется сейчас приходить к Аршавину, я думаю, перенесем его попозже. Все-таки книжный ярмарк, и уж начали говорить, там есть вообще что-то интересное? Ну, насколько я понимаю, по книгам там очень много интересного, но другое дело, что большая часть книг, которые представляют интерес, там историко-филологического, литературного, в крайнем случае, бекаперского, пикаперского плана. То есть, это такие сообщения, как сделать из себя сверхчеловека. Мне представляется, что литература в массе своей стала гораздо более прикладной, гораздо более энергичной, гораздо более рассчитанной на немедленную пользу, и в массе своей, конечно, гораздо более оппозиционной. Ну, и более дорогой, да? Что тоже не мало важно. Ну, дорогой, как сказать, хорошая книга сегодня стоит 600, в прошлом году она стоила 500. В общем, я думаю, что рост интеллекта все-таки более значительный. О, вот и пришла мы, думаю, за репуар. Да, главный читатель, так как бы немножко, чтобы, видимо, сдохнуть, сборить. Как раз я там подчел, что если в каком-то помещении живет кошка, значит, аура этого помещения превосходна. Понятно. Новости в классике. Дмитрий Быков. Алексей Корнеев. 37. Москвин. Норкин, напомню, по-прежнему болеет. Но, думаю, скоро выздоровеет. Сбербанк совместно с издательским домом «Коммерсант» представляют спецпроект «Начни свое дело». Хотите начать свой бизнес? Станьте участником специального проекта «Начни свое дело». Заполните заявку на сайте www.sberbank.ru, выберите одну из готовых бизнес-программ Сбербанка, получите кредит «Бизнес-старт» и о вашем успехе узнает аудитория «Коммерсанта». Подробности в журнале «Секрет фирмы» на сайте www.commerzant.ru и на радио «Коммерсант-ТФМ». Начни свое дело со Сбербанком. Лицензия Банка России номер 1481. ОАО «Сбербанк». Авиакомпания «Трансайра» желает вам отличного бизнеса и отдыха и предлагает более 160 самых популярных направлений из Москвы и других городов России. Париж, Рим, Лондон, Милан, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Мальдивы, Таиланд, Мексика, Доминикана, Бали и многое другое. Путешествуйте с лучшей авиакомпанией Восточной Европы. Телефон рекламной службы 627-1027. «Коммерсант-ФМ» В ближайшие 20 минут продолжаются новости в классике. Что будем обсуждать? Российские медики составили портрет среднего российского алкоголика. Оказалось, что это мужчина трудоспособного возраста с низким образованием и доходом. Ну и, кроме того, о выборах в США. Россия будет работать с любым избранным президентом штатов. Об этом президент Путин заявил в интервью телеканалу «Раша Тудей». И, конечно, если успеем, вот новости о Баршавине, о том, что его даром готов отдать Арсенал в любой клуб, лишь бы не платить большую зарплату. Эти темы обсуждаем в новостях классики. Подробности после трафика и погоды. Андрей Лобанов сейчас следит за тем, что происходит на дорогах Москвы. На третьем транспортом в данный момент с внутренней стороны 6 баллов, с внешней 9 баллов. На внутренней стороне третьего кольца пробка от Звенигородского шоссе до Нижней Масловки. С внешней стороны от Спартаковской площади до Савеловской эстакады, от Автозаводской улицы до Шарико-Подшивниковской. На Садовом 10 баллов в оба направления. Самые крупные пробки на Садовом по внутренней стороне. От Кудринской площади до Малой Бронной, от Зубовской площади до Смоленской стеной. С внешней стороны от Садовнической набережной до Олимпийского проспект стоит отрезок от Долгоруковской улицы до улицы Красина. На Бульварном 10 баллов. В оба направления огромное количество пробок и затруднений ни одного свободного отрезка. Через 10 минут ситуация на радиальных. О погоде в Москве плюс 19, давление в норме, ветер юго-западный. И завтра в течение дня максимальная температура по уточненным данным синоптиков. 16-18 градусов, юго-западный ветер и во второй половине дня возможен дождь. Приходят уточненные данные об угрозе цунами после разрушительного землетрясения в Коста-Рике, как передает Франц Пресс, в зоне риска находятся побережья Коста-Рики, Панама, Никарагуа, Гондураса, Сальвадора, Мексики, Колумбия, Экватора, Гватемалы и Перу. Напомню, сила толчкова составила 7,9, поступает сообщение о многочисленных жертвах и разрушениях. Радио Новостей следит за ситуацией. Российские медики составили портрет среднего российского алкоголика. Кто же это? Это мужчина трудоспособного возраста с низким образованием и доходом. Как выглядит средний алкоголик, рассказала заместитель директора фонда «Единое общество» Татьяна Миронова. Кто же этот наш пьяница? Мужчина трудоспособного возраста, проживающего преимущественно в сельской местности, с невысоким доходом и с низкой культурой, с небольшим образованием. Так называемым смешным видом употребления. То есть что это такое? Он пьет все – водку, вино, пиво, нелегальный алкоголь, суррогат и все подряд. Почему? Потому что для него, собственно, задача – это получить эффект за меньшие деньги. Это дешевая водка, это суррогат, это самогон, то, что дешево и доступно. Ну, я напомню, что накануне, точнее, недавно, несколько дней назад, Геннадий Онищенко заявил о том, что в стране как минимум 3 миллиона алкоголиков. И также была информация о том, что правительству пока не удается, благодаря и антирекламе, и каким-то, я не знаю, повышенным акцизам, совладать с этим, ну, я не знаю, злом, добром. Люди как пили, так и пьют, и алкоголиков все больше и больше странят. Нет, здесь я, к сожалению, раз уж мы говорим о классике, я должен сослаться на, ну, с подачи, конечно, Юлия Латыни, которая навела меня на эту мысль, я должен сослаться, конечно, на Сладыкова Щедрина, который абсолютно точно определил истоки пьянства глуповцев. Глуповцы пьянствовали потому, что не верили ни в какое другое развитие, ни в какие другие возможности. Пьянство процветает только там, где нет других возможностей приложить себя к чему-нибудь осмысленному. И так пьянствовали главные герои, собственно говоря, и Щедринского за рубежом, и Щедринского же, и Щедринской истории одного города. И точно так же пьянствуют герои латиноамериканской прозы, например, там Маркеса, Борхеса, кого угодно, которые не видят никакого предложения собственным силам. Уже давно предсказано, что человек пьет не от желания выпить, не от своей внутренней порочности, не от каких-то собственных вин или заслуг. Человек пьет тогда, когда он не видит образа будущего. Это совершенно точная мысль. Сегодня он его не видит, потому что прекрасно понимает. Он навеки обречен в этой системе играть роль какого-то поддерживающего слоя, незначительного, у которого нет ни малейшего шанса на вертикальный мобиль. Образ будущего. А кто его должен вообще создавать? Образ будущего, да. Вот это, кстати, довольно интересная история. Борис Тругацкий все время точно сказал, что главная задача создавать образ будущего, это, конечно, задача фантастов, потому что они должны себе это представлять. А мне сегодня, вот мне встретился на книжной ярмарке Захар Прилипин, человек, которого я считаю все-таки писателем исключительного ума, и он сказал, что сегодняшнее российское сознание неутопично, а там, где нет утопии, там нет будущего. Ну, интересно, что еще за два года до этого, сказал Ирина Роднянская, наш отказ от утопии, это отказ от исторического развития. Да, слушай, а утопия, она не заканчивается революцией, вот то, что было в 17-м году? Нет, к сожалению или к счастью, совсем нет. Утопия, возможно, и мирная. Утопия может привести к мирному политическому процессу, которого у нас до сих пор нет, и к смене власти. Иными словами, утопия – это любой образ будущего, который все-таки лучше настоящего. Вот сегодня эту утопию не в состоянии построить никто. Это очень горько. Ни левые, ни правые, ни лоялисты, даже люди, преданные Путину, не могут предложить сколько-нибудь убедительный образ будущего, за который хотелось бы рисковать и жертвовать. Вот это, пожалуй, самое печальное. Я ведь на этой ярмарке книжной и старательно искал футурологическую фантастику. Поэтому все рассказывают без исключения о том, как нас завоюет радикальный ислам. А потом, как мы завоюем его, об этом не пишет, к сожалению, никто. Но утопия – это фантазия, да, в принципе? Не обязательно. Я бы не сказал. Утопия – это желаемое. Это то, чего мы хотим. Хотим ли мы видеть Россию сильной и свободной? Огромное количество народу, как ни странно, скажет нет, потому что для него эта сила и свобода ассоциируется исключительно с внешними угрозами, исключительно с тем, чтобы бить своих, чтобы чужие боялись. Поэтому, мне кажется, главная задача сегодняшней русской литературы, публицистики, православной мысли – это создать тот образ будущего, в котором было бы хорошо, достойно, не обязательно уютно, но в котором мы были бы главными и лучшими. Ну, то, что, кстати, хорошо делают, видимо, в Америке, да? Вот они это умеют. В Америке очень хорошо. Но, конечно, ни Александру Проханову, ни его единомышленникам это не удастся. Прежде всего потому, что они, к сожалению, прости господи, не умеют писать. А, вот так вот. Да. Нам нужен человек, который бы сумел достучаться до каждого и дать ему понятный, доступный образ будущего. Сейчас уже очевидно, что у власти никакой повестки нет. У нее повестка расплачиваться с теми, кто виноват, тащить, не упущать, пресекать оппозицию, спасать от летворного влияния Запада. То есть повестка сугубо негативная. Вот что самое печальное. Мы плавно переходим к Америке. Плавно, куда уж там? А что она пишет нам? Она не пишет, она говорит, они там готовятся к этим выборам ноябрьским. И тут Владимир Путин дал интервью телеканалу Russia Today и заявил, что готов работать с любым избранным президентом США. С Путиным беседовал ведущий телеканала Кевин Оуэнс. Если президентом станет Мит Ромни, вы сможете с ним работать? Сможем. Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнеры. Я напомню, что Мит Ромни достаточно жестко высказывался по поводу России и по поводу политики Обамы, то, что он ведет неправильную политику в отношении Москвы и даже называл Россию главным врагом США номер один. Купюры 6 июля 2010 года газета The Washington Post опубликовала статью Мит Ромни под названием «Худшая ошибка Обамы во внешней политике», посвященную новому российско-американскому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. В тексте республиканец резко раскритиковал главную составную часть, запущенной президентами Барака Обамы и Дмитрием Медведевым, перезагрузки отношений между двумя странами. «Америка фактически должна просить у России разрешения на все расширения системы ПРО», писал господин Ромни, указывая, что СНВ-3 ставит США в уязвимое положение. 30 января 2012 года, накануне праймери с республиканской партией во Флориде, штаб Мит Ромни распространил видеозапись интервью, в котором он назвал Владимира Путина «тираном, мечтающим восстановить Российскую империю и угрозой стабильности и миру на планете». 27 марта господин Ромни заявил в интервью телеканалу CNN, что Россия – недружественная фигура на мировой сцене. Это без всяких вопросов наш геополитический враг номер один. 20 июня в эфире Fox Radio Мит Ромни несколько скорректировал свою позицию, сказав, что Россия – не враг, и времена Холодной войны давно закончились. Однако для США Москва остается геополитическим противником, последовательно препятствующим действиям США. 31 августа на съезде республиканской партии, выдвинувшем Мит Ромни кандидатом в президенты, программные речи экс-губернатора Массачусетса, пообещал Владимиру Путину в случае своего избрания немного меньше гибкости и гораздо больше жестокости. Вот такая ситуация. Но это, конечно, не летать с журавлями в Среднюю Азию на Дельтаплане. Это общаться с довольно неприятными людьми. Я думаю, что сейчас в Ютьюбе опять появятся радостные восклики по поводу Дмитрия Быкова. И вместе с тем... Нет, он здесь, конечно, но мне прежде всего хотелось бы вот что понять, на самом деле. Я вот сегодня пронаблюдал довольно много людей, которые пришли, значит, на книжную ярмарку в надежде увидеть любимых авторов. Все они задавали им единственный вопрос. Как они представляют себе сегодня образ будущего? И вот мне очень интересно было бы спросить тех, кто нас слушает сегодня, каким рисуется идеальный образ будущего нашему сегодняшнему зрителю. Потому что главный вопрос, который задавали там всем, Прилепину, Виллеру, Лукьяненко, ну, всем крупнейшим более-менее представленным, как вы видите себе сегодня будущую Россию? Мне вот очень интересно спросить тех, кто нас слышит сегодня, как вы рисуете себе будущее России, каким оно может быть с вашей точки зрения? Что бы вы хотели видеть? Я думаю, что ответы в Твиттере, наверное, скоро поскольку. Наверное, потому что на книжной ярмарке это было объектом самой интересной дискуссии. Подавляющее большинство сомневается, что Россия досуществует до 2015 года. Это очень горько. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. Чтобы люди не перестали верить в сказку, существуют тропические острова. Компания «Содис» приглашает на самые красивые острова трех океанов. Маврики, Мальдивы, Бали, Фиджи, а также частные острова, которые можно арендовать целиком. Регулярные рейсы или бизнес-джеты, аренда яхт. Всеми деталями займется персональный менеджер. «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру». Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. «Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. «Газета «Коммерсант». Сезон подписки открыт. Телефон рекламной службы 627-10-27. Главное сегодня. Новость о полете Владимира Путина о составе Журавдей стала самой обсуждаемой в российском интернете. Комиссия Госдумы начала проверку предполагаемой предпринимательской деятельности депутата Гудкова. Землетрясение в Коста-Рике привело к десяткам жертв. Коммерсант ФМ и последние новости коротко. Минфин ожидает дефицит федерального бюджета по итогам текущего года на уровне 2-3% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина Антон Селюанов. Он напомнил, что ранее ведомство ожидало дефицит бюджета на уровне 0,1%, исходя из средней цены на нефть 115 долларов за баррель. Сегодня оценки на нефть составляют около 109-110 долларов. Соответственно, видим устойчивые поступления доходов в текущем году. Выручка Mail Group за первые полугодия 2012 года выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,5 млрд. рублей. Об этом говорится в отчете компании. Показатель оказался выше прогноза аналитиков, составлявшего 308 млн. долларов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на заседании оштрафовал клубы Премьер-лиги по итогам 7-го турчемпионата России на общую сумму 1,180 млн. рублей. Об этом сообщает официальный сайт РФС. Ну и о забросании болельщиками пиротехнических средств оштрафованы на 200 тысяч «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Кстати, в эти минуты играют ЦСКА и «Спартак» хоккейные, и там, по-моему, счет 0-0. Таковы последние новости. Через минуту вернемся к новостям в классике. Ну а прямо сейчас и ситуации на дорогах Андрей Лобанов. На радиальных между центром МКАД в данную минуту в сторону центра затруднения на Варшавском шоссе от МКАД до Академика Янгеля, на Волоколамском шоссе от улицы Свободы до Академика Пурчатова. Из центра в сторону Московской кольцевой сейчас самые серьезные пробки. На Рязанском проспекте от Марксийского переулка до Набахохловской улицы, на Волгоградском проспекте от площади Крестьянской заставы до Люблинской улицы пробка, на Дмитровском шоссе от метро Новослободская до Новодмитровской улицы пробка. Общая загруженность в Москве снизилась и сейчас уже оценивается в 6 баллов. Это информационный канал «Яндекс.Пробки». Через 10 минут о движении на МКАД и магистралях в области. Вечернее шоу «Новости в классике» на Радио Новостей. Ну, у нас немного осталось тем. Одна из них это Андрей Аршавин. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» готов бесплатно отпустить «Россиянина». И по данным британской прессы, на игрока претендует «Московская Динамо». Решение лондонцев не требовать компенсации за переход футболистов условно нежеланием платить «Россиянину» зарплату по действующему контракту. Я напомню, что сейчас Андрею Аршавину 31 год. И подробнее об этом игроке в досье «Коммерсант.ФМ». Андрей Аршавин дебютировал в основном в составе петербургского «Зенита», когда ему было 19 лет. За 10 лет он сыграл более 300 матчей, забил 71 гол и помог клубу выиграть несколько национальных и европейских трофеев. В 2008 году Аршавин попал в список претендентов на награду «Золотой мяч» – премия лучшему футболисту континента. В 2009 году лондонский «Арсенал» купил Аршавина у «Зенита» почти за 24 миллиона долларов. Зарплата игрока, по данным британских СМИ, превышает 130 тысяч долларов в неделю. Его контракт истекает в 2013 году. С прошлого года Аршавин перестал попадать в основной состав «Арсенала». В феврале 2012 года, за две минуты до закрытия трансферного окна, Аршавин был отдан в аренду в «Зенит» до конца первенства России. «Зенит» заплатил лондонскому клубу 1 миллион евро и платил Аршавину зарплату из своего бюджета. В начале июня футболист вернулся в «Арсенал», но не попал в заявку на участие в международных играх. Ну и вот здесь вопрос относительно Аршавина, который возникает. Почему наши звездочки, которые так вспыхивают и гаснут как-то совершенно бездарно и уходят в никуда? Вот с чем это связано? Российские футболисты? Да и не только. Я думаю, что здесь как раз самый точный ответ дан в той же самой классике. Тем же Алексеем Николаевичем Толстым в «Петре I» русский человек на долгую карьеру не рассчитан. А почему не рассчитан? Потому что, видимо, он от слишком многих негативных факторов зависит. А, к сожалению, он или спивается, или мнит о себе, или начинает чувствовать себя кумом королю. То есть я не очень много могу привести примеров русской успешной карьеры. Я, правда, не очень понимаю, почему именно Аршавин сейчас пал жертвой. Может быть, потому что он так сумел заслуженно, кстати, поссориться с болельщиками, сказав им несколько нелицеприятных слов. Он сказал, что все-таки ваши все эти игры – это ваши игры и ваше дело. За Россию-то на самом деле сражаемся мы. Мне кажется, что в любом случае не Аршавину будет хуже от того, что он не включен в состав сборной. Не Аршавин будет потом раскаиваться. Потому что у меня есть ощущение, что Аршавин – это все-таки игрок чрезвычайно серьезный, значительный, и если даже он чем-то оскорбил фанов, это вовсе не повод с ним расставаться. Да, но у них не получается там, именно там. То есть ментальность другая. Вот у Павлюченко не получился. Известно, да, к сожалению, да. В арсенале. Мне-то кажется, что как раз ментальность Аршавина – она такая типичная модель настоящей русской ментальности. Серьезно. Вспомним то, что он кричал «На поле» вот это знаменитое «Вам!» тогда, да, помню, когда наши все-таки забили. Он слишком спонтанен для того, чтобы играть в традиционной европейской сборной. Но вместе с тем, мне кажется, что, избавляясь от пассионариев, мы себя обрекаем на довольно средний уровень. Понятно. То есть вот та самая широта души, которая позволяет… Я люблю Аршавина, я люблю его и за то, что он нахомил фаном своевременно, и за то, как он играет, и за то, что он кричал на поле. Мне видится в нем блаженная, прекрасная экстраординарность. А мне кажется, именно экстраординарность – это и есть черта идеального футболиста. А, вот тут поправляют, что Евсеев кричал «Вам!» А он нет разве, по-моему? Аршавин нет. Аршавин показывал, делал какие-то знаки, я помню. Да, он показывал. Тем не менее, ну, я думаю, что его знаки были, может быть, в каком-то смысле даже и более красноречивые. Понятно, но это вот ментальность, да, ментальность человека. Это его спонтанность. Он, мне кажется, строго говоря, я понимаю, что я многих болельщиков, я, может быть, этим обижу, но мне кажется, что Аршавин уже тем прекрасен, что он не боится разговаривать с фанами на жестком языке, как они того заслуживают. Он не чувствует себя никому обязанным, да, он понимает, что играет в сборной, и все-таки он, а не они. Мы можем завершить сейчас красиво программу, завершив кольцевание такое, напомнив о президенте Путине. Который летит вместе со стерхами в тумане на исходе дня. В тумане улетает. Да, тут мне подсказывают, что мне надо говорить Дмитрию Быкову. Что ты должен говорить? Я не услышал, на самом деле, я думаю, что надо спеть, прослушать песню, потому что это традиция, которую завел Андрей Норкин. Норкин, я надеюсь, он вернется к нам в ближайшее время. Да, еще болеющий. И что же мы поем? Мы поем «Стерх» группы Алиса, окончание этой песни, она довольно печальная. Я ее не знаю, совсем не знаю. Я буду глядеть на тебя и подпевать по губам. Да, мы можем просто рыдать над этой песней. Я поднимаю глаза, я смотрю наверно, моя песня, раненый стерх. Раненый стерх, ну, надеемся, что все-таки у раненых стерхов не будет во время этого полета. Но неужели он, правда, полетит? Полетит. Ты уверен? Абсолютно. В тельтоплане. Это как, да, как, помнишь, Мюнхгаузен завязает на это огромную пушку. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. А зачем ему это интересно? А этого никто не знает. А мне кажется, что это мечта, тайная мечта, улететь, наконец, от всех нас с дикими гусями. Да, это, скорее всего, так и будет, потому что предупредили, что сотрудников СМИ не пустят туда и не смогут показать полет журналистам. Поэтому будет ли он на самом деле или не будет, мы не знаем. Нет, я верю, он летит, сила отвращения поднимет его над землей. А, как не бегай за серый, падает. Дмитрий Быков. Алексей Карвичернее шоу «Новости в классике» на Радио Новосибирске.